Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Батна Саше и давно у нас с вами не было рубрики бьюти. Сегодня хочу поговорить с вами об одной очень актуальной и животрепещущей теме. Итак, зима для многих из нас это стресс. Но скажу вам, что даже для самых морозостойких, морозолюбивых людей, зима это не только возможность кататься на сноуборде, на коньках и пить глинтвейн на рождественских ярмарках. Зима это стресс для любого организма. Для этого есть целый ряд причин. Во-первых, мало солнца, плохо усваивается витамин D. Мы получаем мало витамина, в принципе, извне, потому что пища зимой более скудная, чем пища летом. Маленький световой день. Все серое, черное, темное, постоянно хочется спать, хочется, чтобы появилась яркость, и, наконец, хочется весны. И в силу этих причин наш организм, находясь в состоянии стресса, требует за собой более тщательного и более внимательного ухода. И кожа не исключение. Если я надеюсь, что большинство или все из вас за кожей лица ухаживают в зимнее время более четко и внимательно, понимая, что этот уход очень нужен, то про губы и про кожу губ очень многие забывают. А очень зря. Это, во-первых, очень хорошие показатели возраста. Тонкая кожа губ очень легко поддается различным влияниям извне. Появляются маленькие морщинки, стирается контур, губы становятся более блеклыми. Все это начинается с очень раннего возраста. И поэтому хороший уход за губами очень важен, потому что чем тщательнее вы ухаживаете за своими губами в юности, тем лучше они у вас будут выглядеть, соответственно, в зрелости. Во-вторых, губы – это очень важный индикатор здоровья нашего организма. Например, если при, как вам кажется, достаточном увлажнении губ, ваши губы постоянно сушат, стягивают, возможно, это знак того, что ваш организм живет в состоянии обезвоживания, и он вам таким образом шлет сигнал, что вам нужно пить больше воды и увлажнять свой организм, ну, скажем так, изнутри. Именно поэтому хочу с вами поделиться своими топ-10 правилами, которые очень важны и которые нужно применять в зимнее время года при уходе за своими губами. Итак, правило номер один. В общем, всегда в моей сумке есть несколько увлажняющих бальзамов, технических формат, называйте как угодно. Всегда должно быть с собой что-то, чем можно губы намазать. Если губы сушат, их нужно увлажнять. На прогулках в парке, я не знаю, в машине, около компьютера на работе, около компьютера дома у меня всегда везде есть увлажняющее что-нибудь для губ. Правило номер два. В вашем средстве по уходу за губами, увлажняющем бальзаме, всегда должна быть защита от ультрафиолета. SPF-фактор должен быть вот на моем бальзаме, например, SPF 15. Это важно, потому что кожа губ очень нежная, и, соответственно, получить неблагоприятные последствия воздействия ультрафиолета, ну, очень-очень легко. Правило номер три. Я бы вам не рекомендовала в зимнее, в холодное время года пользоваться различными жидкими блесками, помадами или матовыми помадами, потому что все они сделаны либо на основе воска, либо на гелевой основе, и эта гелевая или восковая основа очень легко, быстро застывает на холодном воздухе и очень сильно стягивает наши губы, тем самым провоцируя возникновение ненужных нам преждевременных морщин. Именно поэтому, если вам уж очень хочется попользоваться матовой помадой в зимнее время года, день рождения, все-таки Новый год, праздники, много поводов, то не забывайте, прежде чем наносить непосредственно цвет, нанести хорошо увлажняющий бальзам. Правило номер четыре. Вот это мое любимое, просто самое любимое. Я не знаю, кто это придумал, но тот человек явно кому-нибудь желал зла. Никогда, никогда не пользуйтесь зубной щеткой для очищения, для отшелушивания кожи с ваших губ, какой бы мягкой она ни была, одна из моих щеток ультра-софт. Я никогда этого не делаю, потому что кожа на губах, опять же, очень и очень тонкая. И механическое повреждение, которое мы можем получить во время того, как мы чистим зубной щеткой наши губы, ну, оно может быть достаточно серьезным, и получить его очень легко. Плюс, многие советуют это делать во время чистки зубов с утра, что еще более абсурдно, потому что, камон, зубная паста имеет очень агрессивный состав для нежной кожи губ. И, соответственно, если вы трете этой зубной щеткой ваши губы, наносите механическое повреждение, а потом-то попадает зубная паста, еще больше провоцируя не очень хорошую реакцию. Но я не знаю, чему это поможет. Да, нужно отшелушивать, да, нужно делать пилинги, использовать скраву, но не зубную щетку. Правило номер пять гласит следующее. Для того, чтобы губы не сушило, нужно соблюдать очень важное правило в принципе здорового образа жизни. Нужно соблюдать водный баланс, питьевой режим, который необходим нашему организму для нормальной жизнедеятельности. Напоминаю вам, что в день нужно выпивать не меньше, чем полтора литра воды. Чем больше ваш вес, тем больше нужно потреблять воды, потому что расчет идет именно на килограмм веса, но не менее, чем полтора литра. Правило номер шесть. Тоже, кстати, хорошее. Никогда не нужно откусывать или обдирать пальцами, руками, зубами, чем угодно кожу с губ, которая, как вам кажется, уже умерла своей смертью и уже вообще болтается ненужная. Опять же, это все про механические повреждения, потому что микротрещинки, которые возникают, когда вы отрываете уже ороговевшую кожу, они очень опасны тем, что в них могут попадать различные вирусы и инфекции. Никогда не замечали связи между отодранным куском губы накануне и внезапно появившимся герпесом на следующие или через пару дней. Кстати, вот на эту тему еще хочется вам сказать, пожалуйста, будьте грамотными. У вас на губе, если вдруг вылезает что-то, это что-то, это последствия вируса герпеса, который есть у вас в крови. Не называйте это, пожалуйста, болячкой, простудой, надрывом, нарывом. Вот недавно услышала версию губной прыщ. Ну, камон, пожалуйста, будьте грамотными. Это герпес. А у меня все на эту тему. Следующее правило. Правило номер 7. Всегда нужно тщательно смывать остатки макияжа с губки. Сейчас есть много разных салфеток, которые предлагаются для того, чтобы смывать макияж. Их отличие в том, что они на вкус сладкие, потому что если вдруг попадают в рот, чтобы не было горечи. Но на самом деле ничего страшного нет, если мы смываем просто обычным средством для снятия макияжа и ватными дисками. Можно капнуть маслице для увлажнения. Но напоминаю, что мы, как и с снятием макияжа с лица, не трем этим одним несчастным ватным диском, когда мы сотрем себе не только въевшуюся красную помаду с губ, но и сами губы напрочь. А мы аккуратно промакиваем. Мы используем 3, 4, 5 ватных дисков, сколько будет необходимо для того, чтобы комфортно снять свой макияж. Правило номер 8. Оно больше про здоровье. Если вдруг в уголках ваших губ вот здесь вот появляются трещины, они называются зайды. Это признак гиповетаминоза вашего организма. Вам не хватает витамина В12. Обычно это сопровождается обветренными губами, когда особенно детки или подростки на морозе много гуляли, облизывали, отпусывали губы, и у них вот все потрескалось, включая уголки. Способ борьбы очень простой. Нужно увеличить потребление этого витамина, соответственно, с пищей. Я вместе с этим также начинаю активно кушать лимон или гриб-прот, или апельсин, что содержит витамин С, и еще чеснок. Вот чеснок прям мне идеально помогает, но смотрите, это индивидуальная история, кому что. Кроме того, конечно же, нужно мазать губы, увлажнять, для того, чтобы эти трещинки не появлялись еще больше, еще сильнее. Наконец, а, кстати, вот да, на эту тему хотела еще вам сказать, что, друзья, если вдруг эти трещины сопровождаются какими-нибудь высыпаниями еще на губах или во рту, ухудшением самочувствия, и у вас есть какие-то переживания по поводу вашего здоровья в целом, то, пожалуйста, обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Давайте не будем читать бесконечные форумы и ставить себе диагнозы самостоятельно, исходя из того, что одна бабка сказала. Не занимайтесь самолечением, будьте умными и любите себя. Наконец, девятое правило заключается в том, что, как и в любом другом деле, к успеху приведет системность и регулярность. Если вы вдруг когда-нибудь один раз в год решите поухаживать за своими губами, а остальные 364 дня вы абсолютно пренебрегаете всеми возможными правилами, то это вам не поможет. Поможет только системный и регулярный уход. Я вам это твержу в отношении абсолютно всех уходов за собой, потому что это, собственно, ключ к успеху. И, наконец, последнее правило, которое гласит нам, что как кожа лица, так и кожа губ нужно помогать. В том числе помогать отшелушиваться и сбрасывать роговевший верхний слой. Для оптимального отшелушивания и обеспечения гладкой и идеальной кожи губ нужно хотя бы несколько раз в неделю делать скрабы и пилинги. Я вам уже миллион раз говорила, что неважно, чем вы себя мажете, главное, чтобы вы это делали с пониманием и на регулярной основе. Если вы купите себе дорогущий скраб, но будете им пользоваться раз в год, эффекта от него не ждите. Равно как и если вы пользуетесь каким-то домашним уходом, но регулярно, ваши губы вас благодарят и они будут близки к идеальному. Для того, чтобы не занимать много времени, я свои секретные рецепты домашнего ухода за губами расскажу вам в следующем видео. Вы подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, рассказывайте о нем друзьям, любите себя, сияйте здоровьем, улыбайтесь красотой и не замерзайте. Ваша Бута Саше. Субтитры сделал DimaTorzok